Более тысячи участников, пять стран, восемь видов спорта в регионе готовятся к грандиозному спортивному празднику – первым зимним международным играм «Дети Приморья». Пройдут они с 18 по 23 февраля сразу в четырех городах – Владивостоке, Артеме Уссурийске и Арсеньеве. Владивосток уже стал таким центром притяжения, наверное, для проведения различных спортивных мероприятий, в том числе международных. И проводились «Дети Азии» у нас – это крупные международные соревнования летние и «Дети Приморья». И вот сейчас черед настал для игр зимних. Какой эффект мы получаем от того, что проводятся вот такие соревнования? В первую очередь, наверное, это совершенствование и развитие спортивной инфраструктуры. На сегодняшний день вы видите, сколько много строится спортивных объектов на территории нашего региона. Это и физкультурно-оздоровительные комплексы, и ледовые арены. У нас в перспективе довести количество ледовых аренд до 20 на территории Приморского края. Лыжные базы, лыжный прокат, прокат коньков. Всего за период состязаний планируется разыграть медали по восьми видам спорта. Гарнолыжный спорт, кёрлинг, лыжные гонки, сноуборд, фигурное катание, шорт-трек, хоккей с шайбой и совершенно новая спортивная дисциплина – фиджитал-хоккей. Церемония открытия игр под названием «На встречу свету» состоится на Фетисов-арене во Владивостоке. Для Владивостока это первое мероприятие, такое значимое, фантастическое, в ранге или в статусе молодежной столицы. Такие значимые, международные, когда в город Владивосток приезжают дети со всего мира. Это не только про секунды, и не только про пидестал, и не только про медали. Это, конечно, и про безопасность, но это точно про дружбу. И искренне хотелось бы, чтобы город Владивосток свои первые такие осознанные мероприятия в ранге молодежной столицы проводил именно совместно с такой профессиональной прокачанной командой. В столице края стартовало еще одно грандиозное мероприятие – эстафета флага будущих зимних игр. Стяг преодолеет более 40 тысяч километров и побывает во всех регионах Дальневосточного федерального округа, в российской столице, а также тех странах, откуда приедут спортсмены – Китайской Народной Республики, Корейской Народной Демократической Республики, Узбекистане, Республики Беларусь. Олег Завьялов, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на восьмом.